во имя отца и сына и святого духа евангелие от луки 8 глава 15 стих а упавший на добрую землю это те которые услышав слово хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод терпение сказав это он возгласил кто имеет уши слышать да слышит и двадцать первая глава 19 стих ватерин терпением вашим спасайте души вашим тема на которой хотел остановиться сегодня терпение никогда не думал что она такая трудная дело в том что слово терпение употребляется и в положительном в отрицательном смысле не только по писанию на и в нашей обыкновенной жизни я стал исследовать самых известных героев святой библии и оказывается терпения не хватало и они одобрены сегодня если на терпение это говорить ну кто-то посмотрел в наши книги говорит вот здорово врагов у него нет он ходит в школу мне прислали у меня живет племянник он ходит в школу приходит весь оплеванный ребятишки а иисусик обнимает его грязи кидают но один я говорю ты терпи я слово терпение применил знаю как это тяжело а ребенку тем более зато приходит еще хуже они бьют его они отрывают крис книги там что-то что я должен делать теперь я должен терпеть и дома его учить вот первый маленький пример только это лес я спадал поговорю с юристами они скажут есть правило такие дети разберитесь туда учителя-то еще там есть так было бы я так и сделал пришел так кто это делал где-то он боится показать кто невест классом человек 5 его терроризировали буквально я с ними начал говорит думаю обойдусь без учительницы нет они хамят я занимаюсь собаками у меня две большие собаки я говорю я приду с собаками и провожать буду и когда вы будете к нему лезть и у меня не видно будет я в кустах буду собаки скажу одно на фас и с тобой будет покончено на одного идиота будет меньше на одного разбойника меньше я пострадаю где-то рты раскрыли понятно что я поступаю незаконно то другое я не знаю что пошел к учителям в школе этого нету а то они идут дорогой я проверять не буду где-то и оказалось что заповеди если отвести так заповедям они хороши в том смысле если человек знает что у него есть душа и он делает для будущего на суд божий если этого нет то учителя которые родители ну такие интеллигентные что значит не давай претерпи мало ли как бывает это нехорошие родители они подвергают его опросу опасности смертельной поставил вот у нас университет здесь есть он не учится как следует она поставила ему двойку значит его не вот дальше петенди дало где-то что он сделал он встретил и зарезал что она должна была делать я когда впустился в это что в моей жизни было практике а вы судились вот этот суд шел после когда освободился реабилитирован подал суд и 11 лет шел суд и некоторые верующие сбоку подзуживали какой же вы верующий приняли терпи подняли благодари я говорю почему так не делал иосиф он говорит напомни обо мне фараону я не не делал этого я не пытался блудить с хозяйкой моего господина этого не было а его там бьет апостол павел сидит он знать еще не знает а в собой договорились а все одни единоверцы не два не три это 40 понимаете даже в глазах мельтешит и они рассуждают только об одном как убить павла сарл как его убить давайте так поклянемся за руки берите себя не будем есть и пить пока не зарежем ну знаете кеннеди когда застрелили потребовали посмотреть убийцу освальда а в это время один выскочил и ту же полицейские ведут его за руку право упорно застрелил его арестовали это не сегодня придумано апостол павел бы сказал давай мы христиане будем терпеть еще сделаешь бог знает нет ты сейчас же иди к стоначальнику капитану расскажи ему все только чтобы никто не видел и тут что сразу 470 у воинов конных срочно в областной город а там тюрьма там они еще не сделают а утром пришли мы хотели бы разобраться вот у нас учение такой вот с кем разобраться ну вот и старца там один павел зовут тасавл а его нету как нет а ночью его затребовали мы отправили а догнать никто не попытался потому что там войны на конях римские воины ими тягаться нельзя было правильно ли павел поступил я вот когда встав все это я помолюсь у меня в руках все рассыпается ну как сделал правильно то вопросов даже никаких нету но и не только это и когда там он уже был он говорит требую суда кесарю у нас я требую суда президента никакой роли не играет у них если так сказал я требую суда кесарю он неприкасаемый он принадлежит кесарю и теперь все силы прилагаются туда как на этапе будет будет сидеть ждать очереди два с половиной года еще пройдет сроки не давали сидеть но получался срок и он я требую суда кесаря павел претерпи ты же сам сколько пишешь терпеть надо я знаю как он посмотрел то о чем говоришь ну маленько то думать и где терпеть терпеть там где не будет вреда а будет прославлен христос вот мы гонок в одном городе бегите в другой спасайте жизнь свою а если не боюсь да трогай меня вот я судился здесь я думал в метров 100 квадратных как-то дорожного председателя сидели получил 226 квадратных метров два здания и почему до этого были звери вот там разный был когда вот такие фамилии то прямо а тут сразу добролюбов добролюбов пошли вот как у бога даже фамилия это все я говорю из опыта жизни я остановился и не знаю как делать в москве мне писали мы горьки отдаем давно живых своих детей они экзамены сдают государственных школах а потом дома 5 выше нанимаем учитель ну достаток есть ну кто в колхозе будет возиться с ребенком мы сейчас просчитаем 25 мест примерно чтобы разобраться в этом а вы молитесь чтобы бог положил на сердце как поступить она мать или отец дети уговаривают ее еще одна живешь но никого нету ну нам ухаживать за тобой некогда ты совсем уже больная подписывай нам квартиру а теперь в дом за ним престарелых уже не один человек мне говорит и как я так оказалось а теперь ни разу не посетили как я сижу здесь и а что надо сделать было опять же это подходит к верующим если ты верующий у нас на пенсию которые пошли у нас сестра тут была одна валентина у нее туберкулез от родителей видимо так по наследству шлое просто в тяжелой стадии иногда 36 человек занятых и приходили это наша сестра когда общины еще не было мы все находили ходили патриархию теперь она уехала уже 30 с лишним лет прошло я лежал здесь на операции и врачи говорят идут и идут даже неверующие из редакции подходят там фотографы какие-то почему бог делает так потому что мы молимся мы вопием к богу господи дай мне терпение это принести ради тебя если грозит смертельная опасность вопросов нет тут мы знаем они до конца терпели упрашивали позвольте помолиться их казнили как анфима никомедийского но это слово встречается в обыденной жизни вы сейчас так напрягите память кто-то может сестра записывает и потом дома еще раз проверьте я рецептов никаких не могу дать потому что тема настолько противоречивая везде ветхом завете дуб бог долго терпелив и вдруг новом завете появляются и к людям относятся долго терпелив говорят терпения нет он говорит переходи на долго терпения а как это ну для бога все возможно ты сделай так вот у нас соседи двухэтажный дом был вечер темнота они окна открыты барабаны такая музыка там волны наверное взымаются что делать а теперь когда высели людей а тут приходят которые дома не имеют бомжи называется они пьют гуляют дым коромыслом обратись в милицию я никуда сказал не надо нынче летом был этот разговор и сейчас все смели разровняли как будто никогда ничего не было еще и нам щепки достались вот как бог делает почему мы молиться стали из чего не ради убрали дом то вроде совсем не наклонившись а нормальный дом был сломать двухэтажный деревянный дом вот в этом все признаешься что у тебя бессмертная душа и 2 ради бога ради будущего тогда да но и все равно посоветуйся найти там священники которые знают слово божие мы сейчас второе место прочитай к бра 21 19 луки евангелия терпением вашим спасайте души ваши не добродетелю какой-то не милостыни не молитвой не постами терпением спасайте ваши души вот это убрать чему потеряли мы все потеряем слово одно сказали я говорю почему тебя нету здесь а я не буду ходить потому чтобы другого любите меньше чем меня прямо так ответила ушла душа одна а чё она сказала прошла россия давали слово на собрание а я подняла руку мне не дали и человек ушел на тебя обидели что не обидели то есть если настроить для веры для бога каждый такой момент тебе лишнее можно раз не помешает показать даже не показывая что ты терпеливый ну заболел ну терпи и не ходи нет когда ян златоуста сослали а он немощный такой был он дорогой писал письма искал лучших врачей ян златоуст лучший а почему не терпел до конца до и умереть был надо знать где ты можешь терпеть зубную боль к врачу не ходишь это твоя заслуга но ты помнишь что тело наше это храм божий и господь обещал прийти христос говорит с отцом придем обидеть сотворим если вы небрежно обращаемся ну знаешь это во вред бывает крепкий здоровье ему нужны нет он в окопах мокре лежит полгода но если ты знаешь что ты верующий слабое здоровье тебе ничто не мешает обратиться и притом хорошим врачам послушать совета какую-то диету изменить это это терпение означает но я на это не пошел чтобы отрезали там определенно было и руку эту сохранили а была вторая рука тоже и остался бы без обоих рук врачи сказали гангрена уже началась я буду молиться вот у моего отца руку отняли и как под смоленском это 41 год тут сильно битвы большие то и у него рана была какая тормоза кисть левой руки повезли в ташкент а потом красноярск а там как раз лука войны яцинецкий ныне канонизированы и по всему как отец рассказывает это он там был ну ясно дело что такие руки попасть и отрезали уже вот так вот такая у него культярка была где-то нам конечно было непонятно отец как непогода он говорит вот этот палец так тянет на руки мы получать и ну какой палец так это пальцев нету теперь все уже стал понимать а как по-другому никак нельзя и терпеливый мы ни разу не слышали жалобы отец с матерью 12 все-таки детей 10 живых ни разу не слышали чтобы они на власти жаловались или обстановка такая была или между собой вы хотя говорили никак как будто все так и должно быть хлеба нету лебеду брали рыжих такой прошлогодняя картошка мороженое это подбирали 10 ребятишек живых ни больного ни одного нет я к тому говорю надо разобраться где терпеть до какой меры терпеть когда нужно где обратиться потому что вот за это у меня суд шел 11 лет 11 лет это сколько вызову было решают нету меня не должны какой краевой суд решает дальше республиканский а у него еще президиум теперь ссср и президиум отменяет председатель кровавого суда мне говорит первый раз встречаю чтобы по гражданскому делу утвержденное уже судом верховного ссср отменили и на пересмотр а почему нашелся человек а человек это прихожанка кирилла сахара который у нас игумен был и она так вот дело вникла как-то по мере даже так не мог найти отблагодарить то есть мы богу поручили господи ты знаешь когда мы даже на успокоиться махнуть рукой и хорошо если вы как то все закона у нас документы все это есть бог расположил одного здесь мэра который был погиб второго судьи не какие-то судьи тент кто-то слышал знать такие знатные там вроде ректором отделения юридического там или какого-то были такие собирались вместе и обо мне судили давайте что-то решать а я ничего не делал только молились значит четко и ясно в каждом месте где требуется терпение и от соседей или от кого-то или от болезни советоваться надо и кроме того просить до предела сколько я могу терпеть вот я терпел допустим вот эти две недели а дальше господь сделал что-то полегче даже не ожидал этого это бог так делать потому что видишь что слабость ничего не сделаешь так яков 138 я хочу просто представлять яков сидит вот здесь нами или стоит апостол вот он сейчас нам говорит 1 глава 3 8 стих до 2 до 8 знаю что испытание вашей веры производит терпение испытание веры производит терпение и далее по порядку терпение же должно иметь совершенное действие заметьте как его можно совершенствовать и где в каком месте когда за ребенка заступаешься когда соседи когда на работе не платят не платят и все вот мне сейчас пишут даже стыдно слышит донской монастырь наш села век у нас крещение принимал пошел туда ему сказали столько-то там епископ договорились платить сколько будут каждый день и он нанял людей верующих делают месяц не платит он говорит люди-то приезжие отовсюду 2 месяц не платят как мы подворовывали в магазине хлеба чтоб поесть и так и не заплатили а другой за не мог монастырь это старые камни там все надо было чистить и столько пыли наглотался вместо 3 прошло номер так и не оплатили по сегодняшний день я когда услышал подо мной кажется земля зашаталась что теперь нужно делать до патриарха идти не знаю я знаю только так нельзя делать это же верующие верующие обманывают не заплату которую не заплатили а хлеб и такой человек называется кровопивис потому что от хлеба образуется кровь а ты не дал и кровь выпил никто не платит заработок кровопивис запомните это библия нам говорит поэтому мы должны как верующие заботиться об этом до какого момента вот она взрыв на шахте был здесь осенники там сорок шепоте что лично погибло знакомые наши наша сестра ее там брат кажется но наверно на руку был что дальше делать уезжать оттуда другой то работы нету не знаю перетерпеть это живем на вокруг меня как это моя память встала вот эту неделю все с углом в угол хожу даже такая тема казалось простая и мне заказали тему эту заказали не знаю из германии или откуда-то объясните что такое терпение ну думай тут а я открою не тут а было каждое место писания дальше чтобы вы были совершенные во всей полноте без всякого недостатка если же у кого из вас не достоят мудрости допросит у бога дающего всем просто и без упреков и дастся ему ну да просит с верой немал немало не сомневаясь потому что сомневающийся подобен морской волне ветром поднимаемой и развиваемой да не будет да не думает такой человек получить что-нибудь от господа человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих это это предложение как бы дальше раздвигается поэтому я пришел к выводу что обязательно надо советоваться и даже при двух трех совете как дело состоится у меня трудное положение было нынче я сказал надо поехать митрополиту сергию сюда приехали а батюшка договорился он оказался здесь все благополучно закончился он как-то увидел бросился к нему не сдерживаешь он обнимает целует радуется я считаю это от бога что воды к смотри как все это господь взял и он близко к сердцу принял поэтому вот у меня просьб на мое имя приходит ежедневно еженочное это защищать не могу сколько люди нуждаются в этом поэтому поэтому вопросы не знаю на месте спросите там кто есть сходите обязательно свиток священник окрас угнетает нас помолись еще раз и смирись сходи дальше ну дальше архиерей пойди там узнать почему так делать почему не хотят крестить когда казалось ты не крещены они такие слова священники говорят даже не цензурные слова и пишут он так говорит о чем вы заботитесь мы рождаемся бог знает умираем знает зачем тебе это песком крестили слюнями крестили еще попало далее 5 глава 10 11 стих якова яков здесь это он говорит живой в пример зло страдания и долгое долгое терпение возьмите братья мои пророков которые говорили именем господним вот мы ублажаем тех которые терпи терпели вы слышали о терпении иова и видели конец онного от господа ибо господь весьма милосерд и сострадатель сегодня мы конечно лепрозорий там лечат от проказы а ничего нету прокаженный должен быть за городом он за городом должен сидеть где-то там накучено возле он сидит взял черепок и скоблит я просчитал ну тяжело это шкура слезает и другое а златоуз говорит сколько раз сатана приходил дважды к богу и второй раз а третий не пошел почему он говорит оскоблил и между ребрами как между стропилами засиялось солнце любви и дьявол схватил глаза свои руками убежал но то воображение такое оратора какое терпение а как пророки были сколько говорят замолчи иеремия в грязь бросили нашелся явных пришел и говорит царь не делай это утонет и когда всем уже глаза выкололи сыновей порубили пришел когда враг а его дал указание найдите иеремию отпустите его он свободен куда хочет пусть идет сколько он претерпел повторяю это мой самый все они любимые но более всего мне подходит иеремия и он говорит ссылается на пророков не так что ветхий завет нам не нужен нужен а сколько не терпели я житья насчитывал знаю и вот их взяли каждый день мучают не казнят но у них один знакомый был тайный христианин и они как-то передали ему записку или что и говорят тут следующий раз когда будете с егемоном поговорить и скажи сколько держите до третий год мы что кормить и они не работают так как это их завтра не попроси чтобы он казнил нас дальше уже терпеть было невозможно так это незаконно себе смерти просят не знаю я многих считал об этом епископа анфима когда захватили они искали его ты не знаешь я знаю он недалеко здесь пойдемте обе по откуда до туда пешком или там приехали накормил а где он я перед вами стою и они тогда договорились давай мы тебя отпустим ты спрячься куда-нибудь нет говорит вам дали указание взять меня в этом берете вы знаете что дальше уже было дальше то что может быть единственный храм все сего потеряете это единственный которого я знаю всю общину 32 тысячи человек возвел на небо 32 тысячи это стадион большой далее римлянам 5 1 4 центральный город столичный павел опять напишет о терпении и так оправдавшись верою мы имеем мир с богом через господа нашего иисуса христа через которого верую и получили мы доступ к той благодати в которой стоим и хвалимся надежду и славы божией и не сим только на хвалимся и скорбями зная что от скорби происходит терпение от терпения опытность от опытности надежда понятно как вот это нам полезно это почему бог дьявола не уберет а за то за что награда было бы он господь мог бы сейчас чтобы нигде бессы не искушали жизнь же бы изменилась а нет хуже бы стало а поэтому избавили нас от лукавого вот бывает ребенок то у меня было даже не только ребенка брат старший но и двородные курят а я не курю они меня повалили в рост но зажали ягод ну все теперь ты не расскажешь я могу только засмеяться сегодня то тогда ты тоже курил тебя табак был а ты мы боимся что ты расскажешь что вы курили и с детства уже надо щелку показать а не курили а ты отойди сказать ты еще не можешь а что 13-15 лет жизни отнимает этот табачок будьте внимательны родственники у вас где-то им это не надо а почему терпение у римлян было там гонение времена нейрона терпение а терпение опытность когда вот это я прошел я теперь когда спрашивает иногда в интернете чат и прямо показывает и вы отец знаете где мы мы сидим в тюрьме там в лагере я посмотрел и правда обстановку тогда я говорю я тоже знаю что вам это не помешает давайте вы на меня в такое-то время выходите я вам многое дам и вангеле получите в любом варианте где-то а опыта бы не было ничего бы этого не было оказалось такая скорбь да что это да все отняли да у меня такая тонн студии до 15 магнитопонов зарплата 72 рубля один магнитопон 320 рублей стоит а у меня 14 их я должен был день и ночью работать чтобы и все в раз отняли а у бога-то вымерено все он дает мне опыт как я благодарен моему господу что волна это не прошла мимо ничего бы этого не было и далее 825 кремлинам павел говорит о своем как они есть и не запрещается сказать что мы испытали другие посмотрят и я живой а раз живой значит где-то богу как-то угодил иначе бы не вернулся оттуда 825 но когда надеемся того чего не видим тогда ожидаем в терпении мы знаем когда что будет какая здесь вот сегодня сильно пугает вот 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 может включиться вот то-то все это религия будет одна но мы знаем так и все остальное это всего это будет и не буду спрашивать никак никаких вопросов не будут задавать я просто считаю много то смотрю о почему святые это это понимали они говорили если бы мы жили в то время когда вот сейчас будет какое время думаем и мы бы не устояли это говорят гиганты духа а на что мы надеемся только на бога господи научи нас ценить что мы имеем обитие глазами какие у нас надписи какие фотографии 80 фотографии дети священник епископ стоит мэр города обнимаемся там говорим это бог делает совершенно не нашего круга люди и такое расположение его никто не заставлял приезжать раз за разом когда переделывали под храма то все и все это в памяти я грешный человек я молюсь за них зайти из-за ректора готовые были они не отрицали бога и видно в храме стоит с ребенком на руках два владимира если будете молиться помените как бы не они у нас бы ничего не было попутно 15 щиты 1 4 римлянам с 1 по 4 стих мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать каждый из нас должен угождать ближнему во благо назиданию ибо и христос не себе угождал но как написано злословия злословящих тебя поле на меня а все что писано было прежде написано в наставлении чтобы мы терпением и утешением из писаний сохраняли надежду вот для чего это все было на их глазах чтобы у нас было терпение и мы смотрели павел перетерпел ну так это павел мы не знаем то он нам удаст может быть почему а христиан и говорили в житях считаем люди которые они как деревья не боли не чувствует бог делал так что агафьи мучают огромная там какая-то железная плита как сковорода и и жарят а потом дрова то есть нету она говорит эх вы отец то мой плотник садитесь бегать и запаление методон один бог уже поджарили можете думать смеялись над ними на палачами почему и говорили ну как бог им явился вот отроки в огонь когда бросили их они терпели и поэтому надо советоваться в каком месте терпеть а где-то надо узнать как же дальше поступить вот говорят там ты никак не готовься ну когда арестуют там и дано будет я с этим делом разобрался я тщательно готовился и когда суд был она у меня там жена была и там юридический отдел было не сказать этого старика им не осудить потому что все их места соединял законам не это трудно тогда было вот так какой пара рафа не нарушает его они нарушают но не я а полезно это было для меня полезно было они по-другому заговорили уже все и начали выворачивать там они могли бы на 70 повернуть два раза больше дать и тут как-то все начало заглыхать это господь делает 2 коринфянам 6 глава 2 коринфянам 6 глава с 3 по 10 стих я специально несколько стихов подряд чтобы научиться туда проникать быть среди тех кто нам это советует мы никому ни в чем не не полагаем 6 глава с 3 по 10 притыкание чтобы не было порицаемого служения но во всем являем себя как служители божии в великом терпении в бедствиях в нуждах в тесных обстоятельствах под ударами в темницах в изгнаниях в трудах в деньях в постах в чистоте в благоразумие в великодушии в благости в духе святом в нелицемерной любви в слове истины в силе божией с оружием правды в правой и левой руке в чести и бесчестии при порицаниях и похвалах нас почитают обманщиками но мы верны мы неизвестны но нас узнают узнают почему в терпении я сторожем ко мне зашел человек и говорит а мне домой отправили лечиться из армии а я узнал баптист когда везли туда капитан подходит к нему и почему сидишь или если все выпиваем они вот так били сломали челюсть вообще как ну отправили его а там полный разгром навели власти вмешались в это дело подобрали кого надо к рукам того разжаловали и прочее почему потому что терпение это великое оружие он ничего не сделал а куда ты делаешь еще другого тут обижали где-то а он ночью восьмерых расстрелял все еще сидит знаете рабель шамсадинов и нынче пробил просился туда пойти где война идет но не взяли потому что статья другая а я из-за него помолился и вот так подставили что даже нельзя сказать он вынужден был терпения не было верующие верующие нельзя было это делать нельзя потому что они не спать он в это время их посел дальше 12 12 2 коринфянам мы в жизни видимые и разбираем христианин не должен был так поступить 8 человек сразу убить 12 12 признаки апостола оказались перед вами всяким терпением знамениями чудесами и силами вот как узнали на первом месте стоит терпение вот сейчас узнать верующие неверующие что он хорошо говорит там или много зарабатывает многое может он найти положительного терпения что в терпению святые отца дают такое большое значение галатам 522 плод же духа любовь радость мир долготерпение благость милосердие вера то есть пишет это такие можно сказать дикие племена но не культурная нация была и опять долго терпение а его где проявлять до мало что у где-то не заплатили где-то попал ты под молотилку то наказали плетями отпороли рабовладельческий строй то был христиан все было по-другому почему бог располагает так я в этом убежден был начинается избиение в красном уголке на уровне головы до до полу все это в крови просто убивают а меня сразу в сторону ты отец иди там журналы полистать это у меня ходатай тут никаких не было но где-то была какая-то засыпка что но я сам не ходатайствовал себе хотя обо мне там оон писали разные страны все это мимо прошло главное что я остался живой барали не прикасаясь они меня что хотят делать снимают но я не виноват один тому уж попутно сказать он видишь я верующий у него рука дрожит священец меня аллах накажет его ты же не виновен я еще уговариваю его поселили просто и тогда я собрался у меня две бороды сейчас дальше ефесянам 422 4 ефесян 4 4 2 со всяким смирно мудрием и кротостью и долготерпением снисходя друг к другу любовью вот где нисходя не обязательно права кощать каждый раз до предела между собой вот тут надо уступить и может быть где совершенно тот человек но уступи ему дальше колоссином 1 11 заметьте пишет разным разным церквам и терпение терпение речь идет о множестве раз 1 11 укрепляясь всякой силою по могуществу славы его во всяком терпении и великодушии с радостью вот как терпишь и радуясь об этом завтра может этого ничего уже не быть а то так подумаешь да какая-то праздник что-то сколько людей сегодня которые томятся которых пытают которых режут у которых специально болезнь ему подсаживают дальше 1 фестоникистом 13 непрестанно памятую ваше дело веры и труд любви и терпение упования на господа нашего иисуса христа перед богом и отцем нашим терпение упование на господа иисуса христа он знает знает когда остановить каком месте я бы еще мог рассказать как маленькие с маленькими детьми и когда указываешь на господа чтобы не жаловались терпели когда детей это влияет без бога ну как он надо учиться сдачи дать а верующие не как претерпи и господь тебе покажет 2 фестоникистом 14 так что мы сами хвалимся вами в церквях божиих терпение вашим и веруя во всех гонениях и скорбях переносим их вами апостол паят другим местам где было город салусь салуники какие терпеливые люди все отнимают это и похищение имения приняли с радостью никакой справки не дали ничего отняли навсегда почему а христианин тебе не надо четвертый указ деклетиана был такой где встретишь христианина не надо еще даже вот это точно был христиан христианка что в руках есть и людей а дальше разберутся где он живет половина имени тебе принадлежит мы-то назнать что мы верующие дома на доське почета смотришь еще верующие сидит стоят титул 2 вот это вот второе представители сама еще до 35 господь же да управит сердца ваши в любовь божию и в терпение христова вот где значит терпения нету что бог управил в терпении это страна терпения не потому что я не могу где-то они за каждым делом лезьте куда на чтобы убрали а за что награда я терплю я приду все предоставил господь власти что угодно сделать нет ни что угодно внезапно выставляет среди них вот у меня здесь был помогал могу сказать теперь иван иванович лир он меня за руку водил председатель дорожного суда ему дело нет до меня он со мной везде по всем организациям и на него как-то так случилось додавили его и все я вспоминаю сколько кому я должен то конца края нету дальше 1 тимопея 6 11 любимому ученику тимопея он советует позаботиться ты же человек божий убегай сего а преуспевай в правде благочестие вере любви терпение кротости в любви понятно помогать кому-то тут ничего не надо то просто перетерпеть надо и господь это защитит тебя как за победу и притом это должен был других научить этому обратим внимание на терпение самое маленькое замечание вот сделаешь иногда бывает время уже падают пора заходить молиться еще в дверях то торчать то вижу уже не расположены мне пришлось кое у кого быть на этой неделе я завтра как расскажу о том что ну как мы даже здесь все таки чтобы человека того не оттолкнуть и не обидеть потерпеть надо дальше титу 2 тимопею 42 проповедую слово настой во время и не во время обличай запрещай увещевай со всяким долготерпением и назидание ты мужчин выше толку нет долготерпение тебе нужно большое я уже много раз говорил еще раз скажи от нас не будет и теперь титул прочитали 2110 нет еще ну один хотя бы стих прочитать где говорится об этом один то вторая голова с первого стиха титул ты же говорит то что сообразно здравым учением чтобы старцы были бдительны степенны целомудренны здравы в вере в любви в терпении старцы опыт вот это надо молодой горящий ему прямо хочется сейчас повернуть подождать маленько надо потому что мы еще в пути и завтра может все это измениться ну туда 10 стиха уже много евреям 6 12 я хочу откровением закончить последнее самое строгое будет наказание о терпении в откровении в апокалипсисе без терпения спасение просто закрыто будет евреям 6 12 дабы вы не обленились но подражали тем которые веру и долготерпением наследует обетование обетование обещание царства небесное зависит от долготерпение особенно вот старые люди когда бывают но она сына женила а невеста сразу начинается так я тут на кухне вот в этом то все и дело то уступи она молодая хозяйка ты передай скажу нас было так от может твое лучше ну что не успела ли что-то прийти на другой день же разводе резь зашла а ее неверующие дяды семьи она не знает но во всем остальном она понравилась она знает было конфликт начинается буквально сразу притом не со злого умысла ну ко мне обращались как делать ну смирись да я отойду тогда не буду больше говорить смирись он с не хочет жить хочет тебя плохо все готовое уже успокойся да пока была хозяйка тут на своими горшками теперь передай другое молчи не трудно я верующие вот и доказательства что должна выступить здесь как-то конфликт был армении азербайджан и камер такие большие люди обращаются как карабах я вряд кто тут христиане ну кто армяне а азербайджанцы мусульманник ну и кто кому должен уступить до уступить им отойдите от этого карабаха там мы проехали горы и там корова глину грызет еще нету так это наша опять же зато бабка раненая лежит армянка и только в чувство пришла на операционном столе а карабах наш вот и все научитесь у нас это не касается господь и смотрит страна русская большая вас любят здесь у вас все будет по-другому которым там жить нельзя ну маленько то как-то расширьте глаза то каждый день убивают убиваете еще не могут понять а там ничего нету откровение 22 внимание сейчас последняя стадия терпения вечности знаю дела твои и труд твой и терпение твое это что ты не можешь носить разратных и испытал тех которые называют себя апостолами а они не таковы и нашел что они лжецы вот как оказывается надо исследовать смотреть работа с сектантами серии теками а это об этом речь и говорит еще 10 19 стих не бойся ничего что тебе надо нам будет претерпеть не бойся да у меня такое посмотрели теперь ну и сказали там столько отрезали сегодня мне говорят такого-то человека там все вырезали ну рак уже все захватил ну живем один раз хорошо давать совет это не так болеешь а ты мои болельщики знаешь все да и бога все известно милые мои мы же идем в какие обители вечные хочешь ты не хочешь да у меня болезнь такая игры что два раза переговорили только 3 раз прихожу вот она полотенце взяла к это привязала и задавилась на кровати полотенцем как можно полотенца задавиться на кровати не вставая задавилась в одном каком-то доме пристарел и человек подошел на крючок закрывается и он накинул этот крючок там что у него там болото и повесился на коленка стоит на пороге но убрали 13 кажется человек повесилась психиатр расспрашивает ну выделите крючок то выдернули прекратилось все это нам жить я нашел сатана сидеть на крючке и он все время привлекает себе даже это может быть не надо спорить это уже доказано по житиям определенное на что умеренно посажены кем-то она сама не знаю зачем подошла встала на колени можно на крестике повеситься знаю твои дела и любовь и служение и веру и терпение твое это что последние дела твои больше первых вот как господь знает теперь это прочитали 4 3 10 вот это 3 10 очень сильный сил буквально роковой на сегодняшнее дело на эту операцию 3 10 запомните запишите себе откровение 3 10 и как ты сохранил слова терпения моего то и я сохраню тебя от годины искушения которая придет в на всю вселенную чтобы испытать живущих на земле вот так кто ведет плен пойдет в плен кто взял меч от меча погибнет здесь терпение вера святых терпение так как никак при у нас одной человека тут знакомого уже третий раз призывают и взять его не могут опять вернулся все придет туда и он добровольно как бы идет он у них один он сказал что я знаю как кормить людей он такой мастер на все но воевать я не буду я христианин я подал заявление раньше время альтернативной основе его опять опять вернули его бы уже арестовали наверно никак он является по голове форме и рюкзаки загружены стоит возьмите меня иди домой пока он опять домой пришел мы только молимся и говорим господи сохрани брата нашего георгия а дальше уже бог покажет как здесь все 14 12 последнее место которое библия упоминает там о терпении какое наставление простите пожалуйста здесь терпение святых соблюдающих заповеди божии и веру в иисуса так чтобы собрать заповеди чтобы не было препятствия это очень трудно найти благодари бога даже какие бы ни были препятствия богу нашему слава во веки веков аминь